Добрый день, пожалуйста. Мы с вами сегодня рассматриваем один вопрос о ходе земельной реформы. Хочу подчеркнуть, что это принципиальное решение. Мы приняли его вчера на президиуме Госсовета. Не путать эту проблему ни с какой другой. И цель только в одном – ускорить рассмотрение этого вопроса на общересударственном уровне. Президиум Госсовета задал хороший тон в обсуждении этого вопроса. И нам бы очень не хотелось его потерять. В противном случае мы вновь рискуем недопустимо затянуть работу на неопределённый срок, как это было уже не раз. Земельный вопрос мы с вами это очень хорошо знаем. Земельный вопрос для России исторически непростой. Он всегда выходил за рамки экономики и имел серьёзные общественно-политические резоны, имел серьёзное общественно-политическое излучение. Именно поэтому этот вопрос требует ювелирного подхода. И не только с точки зрения экономики и права. Сегодня в стране сложилось критическое положение с правовым обеспечением земельных отношений. Это приводит к тому, что мы теряем мощный ресурс развития страны. Не используем потенциально активный объект рынка. А также создаём условия для политических и экономических авантюр. Это критическое положение связано не только с фактическим отсутствием федерального земельного законодательства, но и с тем, что принятие региональных законов в этой области носит скорее явочный характер. В решении земельного вопроса и центр, и регионы одинаково заинтересованы друг в друге. И мы отлично понимаем, что выстроить грамотную федеральную земельную политику без учёта опыта и практики регионов в России практически невозможно. Никто лучше региональных лидеров не знает положения в регионах. У вас есть свой опыт управления земельными ресурсами. И если мы построим нашу работу, совместную работу, хочу это подчеркнуть, по логике от частного к общему, от земли в прямом и в переносном смысле этого слова, то она пойдёт наиболее эффективно. При обсуждении прошу вас подробно остановиться на анализе достижений, а также на ошибках, с которыми вы сами столкнулись, и которых нужно избежать в будущем. В свою очередь, федеральная власть должна решить три ключевые проблемы в области земельных отношений, но как минимум три. Первое – это регламентирование правовых отношений в сфере собственности. Второе – инвентаризация земель. Третье – создание системы эффективного управления земельными ресурсами. Отправной точкой для движения вперёд должно стать принятие нового земельного кодекса. Правительство завершает работу над его новой редакцией. Качество этого документа, убеждён, будет во многом зависеть и от нашего сегодняшнего обсуждения на Государственном Совете. Однако создание правовой базы земельных отношений не может ограничиться только одним кодексом. Существует два подхода к процедуре правового регулирования земельных отношений. Первый – всё сосредоточить на уровне центра. Второй – предоставить регионам максимальную свободу в регулировании земельных отношений, но, разумеется, в пределах федерального рамочного закона. Мы обсуждали и эту проблему на Президиуме Государственного Совета. И у нас было практически консолидированное, общее мнение высказано. Мы считаем, я позволю себе сейчас говорить, именно не только от своего имени, но и от имени Президиума Государственного Совета. Мы считаем, что второй путь более продуктивен. И я знаю, что подавляющее большинство руководителей регионов эту точку зрения разделяет. При этом самым острым является вопрос оборота сельскохозяйственных земель. В структуре земельного фонда они составляют четвёртую часть. Его обсуждению мы должны уделить особое значение и особое внимание. Кроме того, есть несколько специальных, но предельно важных для комплексного и адекватного решения земельных проблем вопросов. Предлагаю и их затронуть в сегодняшнем обсуждении. Что я имею в виду? Несколько обстоятельств. Первое. Проблемы организации жёсткого контроля за целевым использованием земель. Вы знаете, мне представляется, что для любой страны это важно, а для нас в особенности. Давайте посмотрим на то, что у нас происходит с нецелевым использованием финансовых ресурсов. И во что это превратилось сегодня? Вот с землёй так быть не должно. Мы должны уже в рамочном законе предусмотреть такие санкции за нецелевое использование земель, чтобы отбить охоту с самого начала, нарушать законодательство в этой сфере. Второе. Роль земельной реформы в развитии крестьянских и фермерских хозяйств. Надо подумать и о крупном хозяйстве, но нужно не забыть и не потерять то немногое, что уже удалось достигнуть в развитии крестьянских и фермерских хозяйств. Наконец, статус приграничных земель и вопросы их купли-продажи. Руководители приграничных регионов России с особой тревогой указывают на необходимость тщательного подхода и внимательного рассмотрения проблем землепользования в приграничных районах России. И я с ними абсолютно согласен. И, наконец, работа по завершению земельного кадастра. Нельзя забыть собственность на землю в городах-субъектах Российской Федерации в Москве и Санкт-Петербурге. Я думаю, что здесь тоже нужно особый порядок для граждан. Я позволил себе обозначить только круг самых важных проблем, на которых просил бы сосредоточить свое внимание в процессе обсуждения.